Во всем мире хантавирус признан инфекционным заболеванием и кажется, что хантавирусная инфекция всегда жила рядом с человеком. История помнит, как в 50-х годах прошлого века хантавирус поразил около 3000 военных в Корее. Инфекция вызывала лихорадку, ходечную недостаточность, вегетососудистые свертывания крови и многое другое. Поиском лекарства от коварной болезни занимаются ученые во всем мире. Так, например, сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с иностранными коллегами провели анализ цитокинового профиля сыворотки крови больных хантавирусной инфекцией. Предполагается, что исследовательские данные позволят лучше диагностировать тяжесть протекания заболевания и послужить в перспективе основой для создания лекарств. Наши исследования помогают выявить иммунологические маркеры, то есть как иммунитет реагирует на возбудителя заболевания и связать характер иммунного ответа с тяжестью протекания заболевания. В Республике Татарстан диагностируется легкая форма мышинной лихорадки или эпидемическая нефропатия, в то время как хантавирусный легочный синдром в большей степени распространен в странах Северной и Южной Америки. В нашей местности хантавирусы вызывают так называемую так называемую геморрагическую лихорадку с почным синдромом или мышиная лихорадка. В основном это поражаются почки и смертность от этого заболевания невысокая, но, к сожалению, достаточно высокий процент осложнений. Команда под руководством Альберта Резванова из Казанского федерального и Светланы Хайбулиной из Университета штата Невада уже изучила цитокиновый профиль образцов сыворотки, собранных в ранние и поздние сроки этих заболеваний. А вот в Америке там болезнь протекает совершенно по-другому. Там другой штамм возбудителя заболевания, там поражаются легкие. И человек в основном умирает от легочной недостаточности и иногда бывают осложнения с сердцем. Известно, что способность вирусов активировать цитокиновый шторм в организме больных открывает новые возможности фундаментальных исследований, позволяет лучше диагностировать тяжесть протекания заболевания и служит основой для создания лекарств. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Уивер Ньюс.